Итак, мы сегодня вводим курс, наш короткий, суперкороткий курс, посвящен русскому искусству второй половины 20 века. Ну, в основном, 60-м и начало 70-х годов. Я не буду подробно останавливаться на политических обстоятельствах, обстоятельствах, которые вы должны знать, собственно говоря. Но буду концентрироваться на том, что имело прямое отношение к, собственно говоря, искусству. И все материалы вы можете найти в том списке литературы и источников, которые я сейчас переделываю и дополняю. Где-то в воскресенье я закончу эту работу. Смысл моего курса просто отвести вас от общих обсуждений о политической ситуации, о нон-конформизме и предложить подумать над картинками и посмотреть на эти картинки. То есть мы в данном случае изучаем не часть политической истории, а визуальную историю. То есть историю русского искусства. И это давно уже находится в аналах. Но свойство 60-х годов, что там не получается никакой систематизации. Всякая систематизация расплывается, потому что, ну, скажем так, меня с ними рядом не было. И систематизация произведена по кружковому принципу. Ну, кто с кем тусовался. Ну, получалось так, что в разных кружках тусовались художники формально разные. Вторым принципом, вторая проблема заключается в том, что теоретика рядом с ними не было. И никто не подкладывал под искусство, философский и методологический бэкграунд. Как то происходило на Западе. Помните, я вам рассказывал. То есть те, кто ходили на эти лекции. Я все время указывал, какого рода философский бэкграунд подкладывался даже под футуризм. Не говоря уж о кубизме. Или вообще с реализмом. А здесь мы имеем дело с бесконечным количеством воспоминаний и прочих. Вот начали всплывать какие-то служебные записки и прочие документы. Искать джиби, ну, в общем, они мало чего дают. Итак, началось все с того, что после войны советское искусство почувствовало тягу к мягкому. То есть вы вспомните Дейнеку. Обороны Севастополя. Или там от Герасимова Сталина на съезде. А здесь, смотрите, вот Ленины дети. Это типичный, ну, типа, председатель правления банка на пенсии. Вышел в своем поместье погулять и любует с румяными детьми, птичками и другими свойствами природы. Ну, или вот здесь пришло письмо с войны. Все рады. Пол провален. То есть здесь такой нарратив уже добрый. Пол провален, потому что мужская рука только одна. Вот она, видите, заживет и пол починит. То есть здесь такой мягкий нарратив. А это вообще Юрий Пименов, задумчивая девушка 65-го года. Ну, это же быть просто девушка. Как-то так романтически о чем-то задумывалась. При том, что и одета очень стильно. Правда ведь? Ну, то есть... А Пименов – это человек, который писал в конце 20-х и 30-х годах вот такие картинки. Вот такой тяжелый соцреализм. Ну, это еще досос реализм. Но все равно вот его стиль. А потом он в 60-х как-то совсем размяк. Начал рисовать красивых и задумчивых девушек. Потом вот этот стиль совсем расплавился в 70-е годы. И вот такой просто... С одной стороны, здесь производственная тема. Девушка-то ведь на стройке, и там где-то на высоте висит. То есть сам соцреализм начал потихоньку размякать. Вот. Теперь переходим к самой главной теме. Как вы знаете, в Советском Союзе секса не было. Но, как всегда в Советском Союзе, кому нужно, у того было. Это Александр Герасимов. Тот самый создатель большой картины со Сталином. Помните, вот Сталин и Ворошилов на Кремлевской стене. Но у него была еще одна функция. Он построил себе специальную баньку. И рисовал вот таких вот девушек. А картинки показывал, опять-таки, кому надо. То есть это не для широкого показа. Это только вот сейчас они все выплыли на поверхность и пользуются огромным успехом на рынке. Потому что, в самом деле, вождей он рисовал хуже. А натурщиц очень так даже... Хотя здесь, опять-таки, с точки зрения анатомии, много погрешностей. Смотрите. Он эту полную девушку не смог посадить на лапку. Представьте себе, что происходит с большой попой, даже с маленькой. Когда садится на твердое место. Она как бы принимает такую... А? Да. Украсил ее. Что? Украсил ее. Нет. Вы понимаете, когда человек знает пластическую анатомию, он знает, как ведет себя тело. Любая попа, самая маленькая, изменяет свою форму, когда садится на жесткую поверхность. А Герасимов просто не смог это избавить. Девушка висит в воздухе. Это к вопросу о реализме. Ну, не дано ей будет. Вот. Значит, а вот так нельзя. А это знаменитая картина Роберта Фалька. 22-го года. Ну, Фальк, как бы сказать, в десяток, 20-х он входил в объединение Бурнов и Валет. Ну, и, скажем, художник второго плана. Ну, потому что первого плана Машков и Кончаловский. А Фальк он как бы гораздо тише, мягче. Хотя, в общем, в той же манере. Потом он, и эта картинка находилась. В общем, ничего простого. Смотрите, кстати. С пластической анатомией у нее все было гораздо лучше. Вот тут тоже большая попа. Но она на мягкой кроватке приняла форму мягкой кроватки. Профессионалы должны смотреть за такими мелочами. Смотреть, как сделаны ручки, как сделаны ножки. Вот. И вот так вот совершенно нельзя. Вот такие картинки он писал уже в 50-х, 60-х годах. Вот его ученик Владимир Вейсберг. Который довел вот эту вот... Видите, он как бы... И Фальк убрал из себя все бубновое лество и пошел совсем в другую сторону. А вот и... Владимир Вейсберг. Его ученик Фальк был одним из таких гуру для 60-ти. Потому что всех остальных авангардистов ну, никто особенно как бы по этапу не пошел. Но всех разным способом задавили. А собратьев Фалька по новому валюту купили. И Машкова, и Кончаловского. И поэтому как бы они никак не могли никому выступать наставникам. Это еще одна проблема искусств в 60-х годах, что не было преемственности. То есть, фактически, не было отцов, с которыми следует воевать. А потом обратно признать. Вот. Вот еще один Вейсберг. Здесь вы ничего не увидите. Потому что это специально зашифрованная картина. Специально для знатоков. То есть, для искусства. Это искусство для искусствоведов. Те, которые умеют смотреть и могут долго подождать. Через 8 минут. Там так много листировок, то есть, слоев. Через 8 минут здесь, на этом молочном, на этой молочной поверхности вдруг проявляется ну, просто опять-таки мошкоп такой, красочный. Но это еще один вариант такого зашифрованного искусства. Вот еще один учитель всех штидесятников Владимир Павловский. Еще один великий гуру, который создал еще и очень важную теорию. Которую всех захватывала. Теорию никто в тот момент не создавал. А Павловский создавал. Но он тоже был очень хорошим. То есть, он был очень хорошим графиком. Но тоже как бы не первого ряда. Но поскольку других не было, он взял на себя функцию гуру. Которую мы все ходили. И вот Дмитрий Жилинский, такой как бы мягкий советский вариант советского искусства. До Кабакова. И мы всегда можем увидеть, как вот у Жилинского отражается Павловский. Или даже у самого Кабакова. Я потом покажу, как получается. Вот такой вот изящный, тонкий график Владимира Павловского. Значит, так. важное событие, понимаете, там происходило оттепель, которая закончилась в выставочном зале в 62-м году. Ну, оттепель началась фактически после смерти Сталина, но длилась недолго. И все закончилось, когда пришел Никита Сергеевич Крущев на выставку «Двадцатилетие мозга», где прогрессивные силы попытались выставить все такое, как бы расшатать, скажем, если говорить честно, то расшатать каноны соцреализма жесткого. А вот видеть вокруг Никита Сергеевича президиум Академии Художеств. И они его заранее накачали. Но в этой кукурузной голове все сместилось. Он начал бегать и кричать «Где здесь голая Валька?» А Валентиной звали министра культуры. Он полагал, что там министра культуры в обнаженной Митилии. Была выставлен вот это, ну, по нынешним временам совсем-совсем невинная картинка. Но он бегал и кричал топол ногами «Где есть голая Валька?» Ну, когда ему показали вот это, он был несколько смущен. на втором этаже манежа была расположена экспозиция ну, таких будущих неофициальных художников. Вот там он устроил ужасный разгром и кричал страшное слово «Автракцисты и пидоразы!» В самом деле в мастерских происходил все наоборот исторически достоверно. Скорее там происходила сексуальная революция. Но Хрущеву кто-то как бы рассказал о том, что «Автракцизм это ужасно». Что действительно ужасно, поскольку воздействовал на об этом мы еще поговорим. И вот эта фраза. В десятников не было ЛГБТ, да, еще? Нет, это были абсолютно чистые люди. То есть девушки переходили из одной мастерской в другую по взаимному согласованию. И все. И все. Там как бы возник разряд МУЗ. которые перелетали ну из одной мастерской в другую. И ничего больше. То есть даже там на сексуальную революцию не тянет. То есть это были чистые наивные люди. Ну и в самом деле как бы да. вот значит ну попал он видите фразу которую вы читаете он сказал Эрнсту неизвестному. Накричал на Эрнста неизвестному. А как раз в этой сексуальной революции и происходило в мастерской Эрнст неизвестного. О чем у меня есть достоверные сведения из первых из первых уст. То есть видимо ему из Америки писали докладные записки о том что происходит в Нью-Йоркском искусстве. Там действительно ЛГБТ и абстракцизм все все в полный рост. Вот. Ну это как бы из жизни. Но попал на Эрнста неизвестного окопного капитана контуженного. Эрнста неизвестного начала дергать. Все перекосило слюна брызгало и Крущев испугался. А потому что он боялся этих окопных капитанов. Они и Сталина не боялись а он их боялся потому что они его не испугаются. И в общем как-то дело завернуло. Человек оказался в самом деле приличным потому что когда его отставили он вдруг вспомнил свое злодеяние и попросил перевести неизвестного неизвестного дальше они дружили разговаривали. Но главным событием было как вернемся раньше потому что собственно говоря абстракционизм как таковой был у нас появился то есть развился под воздействием ЦРУ что правда потому что в этот момент в ЦРУ попались очень прогрессивные парни которые решили что во всемирном масштабе лицо новой империи следует отмывать с помощью искусства и нашли абстракционных экспрессионистов вообще говоря алкоголиков и марксистов и выставили их всему миру и Парижу сначала Парижу как абсолютное воплощение американской свободы личности вот эта ночь была показана на американской национальной выставке в 59-м году в парке Сокольники вообще говоря вся выставка была направлена на подрыв советской власти потому большая часть ее состояла из всяких миксеров холодильников автомобилей пепсиколы и других или кока-колы да и других чудес цивилизации которые были советскому человеку совершенно недоступны и совершенно небольшая выставочка к ней была приложена американских художников современных где собственно говоря я сейчас покажу какими были американское искусство но были показаны картины Джексона Поллока Робертон Мазуэлла и Марка Ротко и тут русских художников прошибло они лазили через забор пробирались по пять раз извините в общем посмотрите на лицо этого парня что он сейчас сделает он побежит писать абстрактную картинку точно потому что его так свернуло что он побежит писать абстрактную картинку вы когда-нибудь на какой-нибудь выставке или в музее видели человека с таким лицом которого так свернуло ну пришли посмотрели что бы ни показывали вот значит есть замечательная история о том как парочка очень молодых художников пошла на эту выставку посмотрела это значит Владимира Немухин и Мастеркова потом они поехали на дачу и знаете что они делали вовсе не то что обычно делают молодые люди которые отправились на пустынную дачу а три дня не пили и не ели а рисовали абстракцию вот как браки совершаются потом они поженились прожили довольно долго и разошлись опять-таки по эстетическим причинам по суку их пути разошлись вот как бывает вот значит главным принципом русского художника было выполнить настоятельный лозунг Никиты Сергеевича Крущева догоним и перегоним Америку вот художник Владимир Слепян во время фестиваля молодежи и студентов раскатал широкий лист технической бумаги длиной 60 метров и за 1 час 20 минут нанес туда абстрактную живопись но несомненно догнал и перегнал Америку по суку Джексон Поллок работал гораздо дольше а у этого было мало времени ему нужно было успеть еще вот вот собственно Поллок которого перегоняет не подражает то есть он конечно подражает ну понимает что подражает но нужно еще и перегнать видите он там разбрызгивает вот вторым образцом который вызвал не то что подражателей а последователей был Мак Ротко с его экзистенциальными муками мрачным таким вот депрессивным мрачной депрессией вот пожалуйста это художник принадлежащий ну один из лидеров Леонозовской школы Евгений Крапивницкий но как бы то ни было здесь важная психологическая методологическая деталь эту картину в отличие от картины Ротко написал человек яркий веселый и в общем ни в какие экзистенциальные глубины никогда не проваливавшись для него как бы был чисто формальные вещи вот еще одна художница из той же школы посмотреть как красочки лягут это очень милое симпатичное искусство но в нем есть проблема когда ее показываешь западным товарищам современным они говорят сразу что это коммерческое искусство то есть в Европе и в Америке за Ротко из Ротко получилось вот такое милое симпатичное коммерческое искусство ну я бы так сказал что Ротко я на стену не повешу уж больно он страшен если кто видел настоящего Ротко думаю со мной согласится здесь не видно а вот настоящие картинки из нее такая жуть прет что просто даже слова имя описать а здесь все но парадокс заключается в том что вот эти картинки писали герои которые вышли против всей советской власти но получилось мягко домашнее симпатичнее это собственно задача ну скажем так не только нонконформизма но и всей либеральной идеи советских времен что вернуться к норме при этом сами они реально жили в бараке в Леонолдовском бараке и собирались в Леонолдовском бараке который остался ну как там был лагерь а потом поселили рабочих но эта картинка для такого вот интерьера с белыми стенами и такой дизайнерской мебели правда ведь вот значит вторым источником был источник даже не вторичный а третичный восточно-европейское искусство которое привозили на выставки и привозили также журналы ой извините я закрою окошко вот ну это я к тому что как бы дело в том что вследствие неисповедимости пути мирового разума в Польше победили абстракционисты которые жестко жали реалистов и это как бы официальное польское искусство ну конечно же по отношению и к европейскому и к абстрактному экспрессионизму и к некоторым течениям европейского искусства оно конечно же вторично то есть опять-таки у нас появились третичные художники и это надо признавать это не хорошо и не плохо но это обстоятельства времени но здесь самое главное в том что как все советские люди у советских людей была очень развита способность читать между строк и как вот как по маленькой косточке по кусочку черепа восстановить реальность получилась в самом деле очень похоже вот художник Эдвард Штейнберг здесь у русских художников возникла еще одна проблема восстановить утраченный интервал с русским авангардом как я говорил никаких следов не осталось но уже в 60-х годах герои музейные герои герои тайно проводили желающих в запаснике где все это осталось и чего они никаким большевикам не отдали спрятали далеко и держали но очень важная деталь Эдуард Штейнберг находился в диалоге с Казимиром Малевичем вы видите черный квадрат да они осознали что русский авангард по своим интенциям гораздо более тоталитарен чем Ленин со Сталиным тоталитарен и тоталин вот поэтому они начали гуманизировать наследие русского авангарда то есть его как бы переписывать и это этот черный квадрат уже не окно в супрематический мир а скажем закрытое окно деревенского дома они приехали все в деревню вот еще один вариант абстракции но это уже абстракция а в духе поп-арте это Михаил Ченыш Шов который был сыном дипломата и хорошо говорил читал по-английски он пошел все узнал прочел журналы и придя домой увидел кусок обоев и их срисовал в таком рапорте получилась абстракция хотя собственно говоря как настоящий поп-артист он ничего от себя не добавлял вот еще один вариант то что может быть как абстракция но в общем-то это окончательный реализм Михаила Рогинского это плитка это плитка при этом очень дорогая но достать ее было редко трудно элитарная и художник на нее смотрит как на объект но ведь получилось все равно геометрическая абстракция то есть почти мундре то есть здесь все как бы колеблется и колышется вот а вот еще один Чернышев но это вроде бы как абстракция но это не картина это ready made это кусок обоев натянутый на холст который он притащил на выставку а его отцезурировали и не взяли сказали вот перепиши красочками тогда возьмем ну выставок тогда было мало но все равно они все равно они происходили квартирные вот а вот это еще еще вещь показывать для того чтобы вы понимали что абстракцию писали еще ну для того чтобы получить алиби то есть это был первый русский ready made да да ну один из первых да один из первых как раз с начала 60-х да получается да 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 а потому что он прочел то есть уже начали как бы читать все это и как раз таки остальные не умели читать как все советские люди по-английски не читали или читали с большим трудом а сын дипломата спокойно пошел в иностранку и перелистал от in america арт-ньюс и другие издания то есть это как бы вот это отзнание я потом покажу другой ready made его старшего друга Михаила Рогинского который получился интуитивным путем вот ну вот здесь видите подписано колористический эксперимент ну типа художникчик взял маленький холстик и подбирал колорит ну тоже можно объяснить то есть в советском человеке жил внутренний цензор в советском человеке жил внутренний цензор и об этом много потом говорил Кабаков и вот вот этот потрясающий человек вообще говоря герой войны и лидер любим всех человек который вел себя как сумасшедший ну типа сумасшедшему можно и такие он был членом союза художников все остальные еще не были а вот Алексей Тяпушкин был членом союза художников ну как герой Советского Союза и человек в общем который вел себя как нездоровый как бы и не трогали вот а потом начался еще один виток абстракции это буквально великий русский художник Юрий Савельевич Злотников который откликнулся на идеи научно-технической революции как это называлось спор физиков с лириками физики то есть инженеры стали вообще говоря ключевыми фигурами общественного развития поскольку они делали ракеты и бомбы их держали на длинном палатке как раз физики или физики делали у себя в клубах выставки нонконформистов ну и вот Юрий Савельевич Злотников попал видите как называются сигналы это же электроны походят через электронную вычислительную машину похоже ведь а но теперь вы знаете как поскольку я так полагаю что и вы и я знаете об этом примерно столько же сколько Юрий Савельевич знал ну где-то так все обстоит то есть из серии докажи что не так да а кто правил что докажите что не так а физикам и сказать нечего по сути у них нет визуальных образов то есть они скажут что они скажут что все не так а он спрашивал а как давайте я нарисую как правильно так вот они не смогли ему никак ничего объяснить для нас всех ботаников осталось единственным визуальным воплощением единственным визуальным воплощением ну вот еще один их товарищ Борис Томинский это друг Рогинского и Чернышева тоже видите он изображает цвет номер один тоже что-то такое научно-техническое то есть здесь важно что у вот этой компании ну или групп можно сказать категорически отсутствует всякая метафизика которая была очень важна для Леонозовского кружка тут еще одно важное обстоятельство которое потом будет встречаться что вследствие того что за всем нас присматривал большой брат в русском искусстве того времени практически отсутствовали какие то есть никогда не выводились на поверхность межклановые споры понимаете да ну как движитель золотой век это когда там Бенуа припирается Смолевич в самой резкой форме вот это золотой век а наш золотой век происходил в молчании то есть естественно как между собой они что-то говорили но мы ничего об этом не знаем поскольку большой брат не должен был узнать вот вот еще вот тот самый скрипян тоже прилежавший к этой кампании скажем так группой они не хотели называться следствие уголовного кодекса понимаете да там есть в составе организованной группы то есть если группа то все срок увеличивается на 5 лет на 10 поэтому они категорически отказывались признавать и говорили ну мы так себе сидим выпиваем никакая группа то есть фактически нам это нам приходится их сводить в группу а кто-то с ними не упивал но делал очень похожее ну то есть не упивал потому что вообще не упивал вот а это вот еще один случай абстракции веселый я очень общительный парень Борис Турецкий однажды зашел с ума по-настоящему не в том смысле как говорят сумасшедшие художники а просто заболел тяжелой психической болезнью и очень много времени с тех пор проводил в психбольнице ну там оказалось хороший прогрессивный доктор который ему дал ну какой-то кальки и сам привез с утушью и вот он вот такой абстракции нарисовал ну как типа четыре рулона вы знаете метод его славного доктора помог все время помогал он выскакивал из своих из своих вот из своей пропасти вот а вот это искусство это другая как бы ипостась мечтали во время вот тебе сделать описальным как в Польше это довольно большая группа а это их предводитель Эли Билютин у него же вроде официальная был кружок какой-то Билютина понимаете он был как бы не то что официальный но разрешенный то есть он вел переговор то есть это он потом его упрекали в том что у него был разрешенный то есть официальный ну то есть это была какая-то школа клуб самодеятель клуб рисунок как то ну какой-то как самодеятельный этот царм как забыл как это называется ну вот то есть официальное было только вот это но он вынашил была утопия что это можно сделать официальным искусством как раз на выставку где преобладал группа Билютина и пришел Никита Сергеевич вышел то есть он прекратил не ясно неизвестного других а вот этих которые перли занять почему так разозлились вот эти академики потому что на их всевласти кто-то постигнул потому что у Билютина была серьезная группа поддержки действительно среди вот этих интервентцев понимаете вешать на космическом заводе картину с трактористами реалистическую как-то нелепо а вот такую самую правда ведь и они его поддерживали а академики напротив очень ну типа вот собственно говоря социально-экономическая причина этого разгрома который произвел Никита Сергеевич Хрущев вот ну это вот еще один вариант ну это вариант тоже вариант тоже с алиби вообще говоря это волна на Тихом океане ну приехал далекий от моря Москвич и нарисовал океанскую волну ну получилась абстракция а вот один из примеров того как они сами себя сами о себе писали излагали это не трансцендентный мир даже не мир снова или подсознание это мир космоса знаете он отказывает трансцендентности но не того космоса о котором пишут фантаст вот и вот еще один вариант тотальной абстракции это Лев Нусберг предводитель группы движения и видите здесь опять алиби совершенно алиби что это что-то научно-техническое тонзающее как идея ну еще один из немногих манифестов хочется работать с электромагнитными полями с пульсирующими плазменными сгустками в пространстве и так далее и конечно с музыкой как раз вот эта группа пошла довольно далеко по части коллаборации с властями но властей было много были еще городские власти которых они сумели убедить что то что они придумали очень хорошо ложится в городскую среду что действительно так но инсталляцию которую они поставили на дворцовой площади разобрали но их даже не поругали поругали городские власти то есть это еще один из вариантов возможных путей возможных путей развития но на пути потому что действительно советская власть была довольно сложной структурой и даже в том же самом Кэджи Би было несколько как бы оно состоит же ведь из разных подразделений ну условно говоря если пользоваться терминологией Юлиана Семенова там были как бы костоправы Мюллера которые гоняли художников и интеллектуалы как его Критер Бронера что ли ну Штирлиц то и как раз вот пастора шлага наоборот опекали и вот и точно так же были еще городские власти как я говорил уже физики лирики физики у которых вели себя и как бы там художники начали искать маленькие щелочки но везде почти везде на их пути вставал монополист союз художников который которому было присвоено монопольное право украшать действительность вот и никакие попытки не получались вот в этой группе состоял также французская в группе движения состоял французская инфанта которая делала вот такие потрясающие наивные штуки вообще говоря как мы сейчас все понимаем вот это вот пафос пафос НТР был делом ну как бы сказать с сегодняшней точки зрения чрезвычайно наивно и очень при этом очень рационалистический но они себе поставили задачей нарисовать например возрастающую энергию красного пространства вот так не больше и не меньше хотя в действительности штука очень очень красивая а из формальной точки сделана просто идеально посмотрите как туда эстераль закручивается ну почти как у Татлина хотя не уверен что инфанта знал о Татлине инфанта это очень русский художник он из испанских детей который после разгрома испанской республики вывезли в советский союз вот ну вот они с женой Нонны Гориновой убежали и остальное свою жизнь занимались вот таким ну типа скажем так перформансами на свежем воздухе чтобы быть подальше от всего то есть достичь абсолютной аполитичности и в какой-то момент абстракция стала очень модной вот очень молодой художник Илья Кабаков тоже нарисовал абстракцию значит ну как раз Илья Кабаков это один из характернейших примеров того что русского художника может быть пять причем друг к другу не похожих счастье русского художника заключалось в том что он выполз из-под давления союз художников и академии художеств которые точно задавала стиль но еще не приполз в жаркие объятия всяких галеристов то есть художественного рынка потому что если бы молодой художник Кабаков попал бы вовремя в хорошую галерею так бы всю жизнь вот эти вот шарики бы шлепал но я бы скажу что к счастью художественного рынка не было он нашлепал их штук пять и побежал дальше вот значит способом расшатывания большой идеологии мы о том каким должно быть искусство стал лично художник пикассо который из каких своих очень сильных соображений вступил в коммунистическую партию и все время дружил с советским союзом и поэтому отказать ему было нельзя и выставка пикассо в пушкинском музее проходила ну и соответственно люди говорили о том ну что типа можно можно как пикассо можно как пикассо ну вот здесь хотя пикассо к тому времени уже ну я бы сказал что сильно сдулся сравните вот это вот вещи с ну как написанные по заказу которые он сам себе заказал а с герникой герника вещь очень сильная а это в общем так себе значит и окроме того на американской выставке преобладали вот такие картинки которые американцы по американцам называется соуши реализм то есть не социалистический а социальный ну которые бичуют пороки буржуазного общества видите какие гадкие эти буржуы а гадость мерзость какая-то рябчики рябчики жуют да рябчиков жуют в общем поскольку в тот момент все прогрессивные люди в Америке были левыми и буржуев критиковали и американцы простодушные думали что это как-то советским понравится не тот то было это же формализм но тем не менее из этого много еще получилось это мы потом посмотрим значит наивность художника шедевесятника доходила до самых крайних возможностей потому 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 что вот то что вы видите наши глаза видят ну в общем такую хорошо сделанную крепко слепленную абстракцию но но это не картина это иература а художник иерат понимаете то есть амбиции русского художника превосходили все и все возможные параметры вот ну иногда поскольку все было запрещено легонькая развлекуха тоже запрещалась то есть это такой же антисоветский искусств как все остальное я специально показываю по контрасту ну согласись вот сегодняшней точки зрения такую картинку можно было повесить в каком нибудь вот ну как бы ретро баре ну поскольку стиль давно прошел такой ретро бар с железными стойками там висит такая картинка ну как бы ни о чем извините ну вот это вот тот самый замечательный художник Немухин поездки на дачу которого девушка я рассказывал это один из ключевых пунктов в истории русского искусства как Немухин мастерского поехали мастеркова поехали на дачу серьезно если бы они как бы не увлеклись так сильно то мало бы ну вот этот вот стиль у него продлился недолго он как бы начал играть символами пространством видите карты карты чего-то значит что-то еще значит но здесь еще один еще один очень важный пункт который заключается в том что у нас авангард не был авангардом он был как говорит называет Андрей Ерофеев ретро-модернизмом поскольку вообще говоря настоящий авангардист через каждые пять минут с корабля современности должен скидывать очередного Пушкина она же авангардист наоборот вытаскивали то есть они любили и Малевича и Бенуа потому что и того и другого нужно было вытащить из того подвала куда их бросили большевики и соответственно белый офицер царский был героем очень важным вот так вот была категорически запрещена еще и попсовая сентиментальность с этим боролись беспощадно вот художник знаменитый художник Зверев который открыл художественный рынок и первый создал образ он известен про него масса анекдотов что это такой пьяный бородатый мужчина с бычком губ который пьет водку стаканами это несомненно так но это был коммерческий образ потому что он шлепал вот эти головки со страшной скоростью и продавал дипломатам женам ЦК и других но дешево дешево ну как бы по ноешним временам типа ну за размер бутылки в размере бутылки водки ну типа рублей пятьсот но поскольку он их производил в страшном количестве и построил себе рынок то видимо жил очень неплохо вот ну другие как тот же Лев Кропивницкий такие картинки писали ради собственного удовольствия ну как бы для души вот это типа меч мечущийся интеллигент вот ну вот еще один вариант Владимир Яковлев еще один человек который сошел с ума то есть заболел очень сильно то есть у него отрубилось зрение и что-то с мозгами совсем ну то есть он спал в аутизм и вот писал такие картинки очень приятненькие ну опять-таки которые все любили а самое главное что Яковлев в той же степени что и Зверев воплощали парадигму каким должен быть художник он должен быть невменяемым ну понимаете как Ван Гог которого там никто не признавал но Ван Гог в самом деле Ван Гог это миф Ван Гог это был первый художник у которого был собственный персональный дилер если вы знаете да брат его так что Ван Гог мог себе позволить уходить в любые пространства вот и точно так же Яковлев художник абсолютно сумасшедший то есть как бы не готовая к искусству публика получала когда они покупали эти вещи а эти вещи на продажу она получала алиби ну это так это алкоголик такой веселый хотя кстати за Зверева эти картинки писала целая команда он был очень неплохим менеджером а Яковлева тоже поддерживала охраняла вполне себе коммерческая структура у меня перескочил слайд Михаил Шварцман вот текст Михаила Шварцмана в иературе архитектонично спрессован мистический опыт человека иература рождается экстатически знамение мистического опыта явлено народным сознанием про память про сознание вот какие амбиции русского художника ничего не быть а про одного из художников я сейчас его не покажу но это уже в 70-е годы один философ говорил который считал себя религиозным наблюдал что этот художник то есть говорил что этот художник изображает фаворский свет я надеюсь что вы знаете что такое фаворский свет это свет который сошел на Иисуса Христа на горе фаворской и даже иконописцы очень тактично изображали фаворский свет стрелочкой из фольги а русский художник считал что он в отличие от русского иконописца может изобразить фаворский свет который как бы не тварь не создан вот то есть какие-то религиозные были да еще то есть все было все было все было и порнография была и религия была то есть ели только как называется запретку только запрещенные ну и соответственно спалось и читали тоже только запрещенные знаете что я тут разбирал на даче всякие коробки мы все читали ксерксы так вот там посредо сверху лежит камасутра а за ним иконостас флоренск ну то есть это хотя и гораздо позже но о том о той как бы вот каше которая царила в головах в общем свидетельстве сейчас же как скорее всего человек который читает флоренского не читает камасутру и наоборот а тогда как бы вот все это свалилось то есть это состояние то есть употреблять только запрещенку вот а здесь отметился и еще и Ильюша Кабаков ну нарисовал нечто вроде сюрреализма видите глаз но с другой стороны здесь Кабаков уже пошел по своему пути ведь это не не настолько сюрреализм а скорее какая-то анатомическая таблица и там ухо глаз нога что-то еще то есть он как бы уже начал уже уже очень подходить к концептуализму вот а вот вы спрашивали вот духовность но это духовность на продажу это пример так называемого дип-арта поскольку главными зрителями нон-конформистов то есть это был очень узкий круг где количество зрителей фактически совпадало с количеством производителей ну то есть к зрителям еще причисляем жен любовниц друзей собутыльников ну в любом случае это как бы очень узкий круг который не превышал в Москве и Ленинград человек 100 ну и прибавим еще к этому стукачей ну тоже немного а были еще производители то есть представители в канучках я не знаю точно не проверял различных разведок то есть дипломаты и журналисты которые вывозили искусство вот такое наполненное русской духовностью вот видите там церковка и башня и Иисус Христос какая-то дама с девочкой из дореволюционной жизни то есть все что нужно как бы чтобы приехало и показало вот какая духовность сохранилась вот и советская Россия ну и был как бы еще очень моден вот такой жесткий сюрреалист ну то есть конечно Сальвадора Далее они придумали сами ну и они их тоже любили как бы у них была своя компания хотя вот здесь как-то не странно вот эти вот сюрреалисты практически сомкнулись с маргинальным европейским движением почему-то только в Вене был вот такой вот сюрреализм но в Вене я скажу что уже его не увидишь его засунули куда-то далеко хотя это национальный искусств но сюрреализм также повлиял и на сложение концептуализма это друг и скорее один из наставников Ли Кабакова и всех кто был это Юл Саустер который рассказывал что он в довоенном Таллине в Академии художеств учился сюрреализму ну трудно себе представить что это было за сюрреализм ну конечно же понятное дело что он учился не у Магрита и не у Дали а достаточно дистанционно хотя как раз источники были были доступны смотрите дальше ну это вот учитель всех Павловский а вот к какому реализму пришел Михаил Рогинский смотреть на мир окружающий мир чтобы он был такой какой он есть просто чайник просто газовая плита просто стена коммуналки покрашенная в такой вот цвет коммуналки а чайник сам по себе он такой гордый стоит я чайник и спичка тоже то есть здесь видите какой-то сюжет развертывается между этими предметами чайник такой блестящий вот а это один из предвестников концептуализма и минимализма дело в том что это просто коробка спичек спичечный коробок написанный на картине в довольно большом формате типа метра на восемьдесят кто такой Павлюченко уже почти никто не помнит это просто этикетка на коробке советских спичек ну и этикетка тоже пропагандистская но сейчас на спичках какие-то рекламные материалы на зажигалках а тогда советская власть рекламировала саму себя от героев Великой Отечественной войны вот а вот помните я показывал абстракцию они из абстракции вот сюда вот пришли на кухню ну это не та еще страшная коммунальная кухня или Кабакова а очень чистенькая и там стоят вот эти гордые предметы а вот настоящий редимейд другой редимейд который создал Михаил Рогинский дверь собственно вот в этом и заключался ну скажем конфликт между Швацманом эстетически и Рогинским потому что у Швацмана какие-то бесконечные космические смыслы а Рогинский выставил дверь ну тогда она еще не была обшапанной но просто дверь и самое главное что как бы внутри этой двери то есть поверх не заложено никакой философии это мы можем как бы прокатывать через себя интерпретации ну то есть дверь дверь должна открыться а за ней что-то должно быть да ну мы же а дальше будут уже наши фантазии вот а вот и Борис Турецкий тоже чуть позже присоединился к этому начал создавать реди-мейды ну он пропустил вот эту вот середину он в больничке лежал как пришел из больнички сделал вот такую штуку банки называется это просто банки и ничего хотя в действительности они рассчитаны так как будто это ксилофон то есть вилочкой они начинают звенеть они хорошо помыты вот а вот в Петербурге тоже такая замечательная штука художник Михно Войтенко если вы присмотритесь то там тюбики что-то такое делают дерутся разговаривают ведут себя непристойно но это всего лишь тюбики вот а дальше куда двинулся Борис Турецкий он двинулся в автобус и причем не для того чтобы пожалеть бедного советского человека напротив эти дамы вообще говоря одеты наоборот но и дорог ну как в миру то есть хорошо одеты ну и они не представляют себе таких монстров лицо такое это опять-таки к вопросу реализма и наблюдения реальности а вот тот же самый Злотников как раз вместе вместе и пошли едет машина а в витрине шляпы это и весь сюжет а вот на этом на этом уровне оказывается что вот эти обои как раз относятся к этой области резюме видите и плитка тоже и даже карта не Мухина потому что он нарисовал девятку которая в действительности расшифровки не подлежит мы можем посмотреть что об этом думают гадальщицы что об этом думают игроки но это просто карта к идее карты не Мухин пришел точно так же как к Редимейду ну то есть он гулял по берегу реки и увидел засыпанные песком карты которые какие-то картежники оставили и он их взял потом всю жизнь их рисовал вот и вот это еще один Редимейд как раз Лидия Мастеркова соучастниц путешествия снебухи на дачу ну вот она тоже использовала смотрите масса различных артефактов это они только сверху дорогие но в действительности тогда было было хобби ходить ездить по заброшенным деревням и находить какие-то вот такие клочки бывшей жизни в действительности не имеющие ну никакого антиквардного или музейного значения то есть они тоже они тоже с помойки как и банки но несут какой-то в себе существенной идеологии как бы жизненный смысл жизненный смысл и того значит вот что я вам хотел рассказать и там у меня много литературы но они все в этой литературе обсуждается скорее жизненные обстоятельства для нас очень важно уметь смотреть и понимать вот этот контекст он ну для более углубленного понимания вот окей давайте вопросы давайте давайте у меня 15 минут на вопрос отложен да я вам не сказал что вы должны готовить вопросы по ходу дела то есть это сегодня как бы вводно а потом уже про каких-то отдельных да я так понимаю да то есть структура такая что я показываю картину и потом показываю ну следующий будет про Злотникова и потом про Михаила Рогинского ну мне такая структура кажется такой вполне рабочий потому что ну во-первых я совершенно уверен что ну как бы контекст как бы поскольку это самый короткий курс вы должны уметь различать и что-то понимать да я забыл сказать очень важную вещь как вы сейчас увидели что никакого общего стиля в искусстве этого периода нет и один художник перескакивает зрительный из одного в другое вы можете подумать что вот этот вот турецкий с банками это тот же турецкий с абстракцией а а это один художник да здесь нонконформизм слово нонконформизм другое искусство и прочее мне у тебя очень андеграунд мне очень не нравится в настоящий момент потому что собственно говоря то что было официальным его же давно уже нет оно никому и не нужно оказалось то есть вот это русское искусство а из официального искусства этого периода нам очень мало кого досталось один два так что вот так хорошо у вас есть еще вопрос спасибо вам большое я сейчас вынуждена убежать я посмотрю спасибо надеюсь что действительно получится да ну да всего хорошего Олег у вас еще есть все уже да я вот походу так периодически задавал вроде пока все понятно а можно еще вопрос такой прагматичный а вот в этот период существовал какой-то дефицит художественных материалов ну то есть какой-то общий дефицит наверняка на там добыче холста и красок это тоже да то есть это было до самого конца советской власти потому что художественные материалы выдавались подавались только членам союза художников ничего себе вот это да то есть поэтому потом художники придумали как из хозяйственного магазина купить какой-нибудь ДСПшки нитрокраски в общем выворачивались то есть советская власть оборонялась еще и технологически так что в общем мышь не проскочила хорошо спасибо да 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 хорошо но еще есть вопрос наверное нет да ну хорошо спасибо спасибо вам большое спасибо вам до свидания до свидания до свидания спасибо спасибо Продолжение следует...